А теперь об этом и многом другом, но более подробно. 16 заседание партии Нур-Отан задолго до его начала называли историческим. Многих волновал поистине шекспировский вопрос. Но главная политическая интрига сохранялась. Согласится ли Нур-Султан Назарбаев выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах? Однако, прежде чем озвучить свое решение, глава государства услышал слова поддержки, признания и даже стихи. Обо всем по порядку в следующем репортаже. В том, что весна в Астане пока только на календаре, сегодня убедились все. Особенно рабочие, которые тщетно пытались расчистить парадный вход Дворца Независимости. Через пару часов сюда прибудет сам глава государства. Правда, о цели визита первого лица догадываются лишь следующие. Организаторы съезда обошлись без партийных билбордов. А вот внутри здания залп и стрел нур-отановской символикой. Заседание начинается привычно, с гимна. Даже тут партийные боссы не стали отходить от знакомого сценария. Далее последовали выступления делегатов. Суть их речей сводилась к поддержке действующего президента. Нурсултан Назарбаев заметил, что именно это придает ему сил. В зале раздаются продолжительные оглушительные аплодисменты. Я заявляю о своем согласии баллотироваться кандидатами президента. И как у опытного политика, Назарбаев баллотируется уже в пятый раз. У него есть, что предложить народу. Президент объявил пять новых реформ. Первая касается госаппарата. Глава государства призвал не чураться и привлекать зарубежных менеджеров. Но основное, чиновники будут получать зарплату по результатам труда. Кто заслуживает бонусов, станет понятно отчасти и по итогам аттестации. Необходимо по итогам каждого года предусмотреть выплату бонусов для политических служащих и премии для административных служащих по результатам их деятельности и достигнутых успехов в экономике. Хорошо работает – получай бонус в конце года. Плохо работает – нет роста экономики, результатов. Соответственно, снижается оплата. Но надо разработать критерии, по которым мы будем их оценивать. Нарушил этику госслужащего, совершил коррупцию, лишаешься всего навсегда. Кандидат в президенты Назарбаев дает расклад по каждому пункту. Но все они не будут иметь силы без независимого суда и доверия к полиции. Кандидат, претендующий на место в судейском корпусе, должен иметь не менее пяти лет стажа работы в судебной системе. А не нотариусом полиции или юридическом вузе, или еще где-нибудь. В судейской системе должен пройти, независимые. У нас этого нет. Кандидаты должны проходить жесткий тестовый отбор, как условия для судебной стажировки, проводимые в судах на освобожденной основе, не менее одного года. Однако прежде казахстанцы должны помочь государству состоятельных граждан. Президент призвал вернуть активы из офшоров. Власти дают два года бизнесменам, чтобы одуматься. Я еще раз гарантирую, принесите деньги в Казахстан, пусть они работают на нас. Может быть, мы там перегнули, может быть, не пять лет надо держать, может быть, что-то улучшить надо. По правоохранительным вопросам надо что-то делать, я Султанову говорил. Но надо деньги привезти, чтобы они работали здесь. Во-первых, сохранно. Во-вторых, работает на родину. В-третьих, жить будете спокойно, а спокойно спать. Все вы видите, что за бугром ничего спрятать нельзя, уже все. Везде можно достать. А там, за бугром, сейчас неспокойно. Гражданские войны и кровавые конфликты раздирают мир там, где якобы проходят демократические процессы. Какая демократия установилась в Афганистане? Она не могла быть при стольком количестве неграмотных людей вообще. Нету политической культуры. Какая демократия могла быть в Ираке? То есть мы и мировое сообщество должны из этого выводы. Все должно идти своим чередом. Самая главная цель государства, чтобы сохранить государство и сделать жизнь людей с каждым годом лучше и лучше. Ставку кандидат, отправящий партия, делает на средний класс. Именно они – основа казахстанской нации. Эти люди заинтересованы в верховенстве закона и стабильности в стране. Этот слой не захочет терять дом, машину и бизнес. А потому за ними будущее государство. Луиза Монбайева, Гульнара Жендагулова, 7 News.